коллеги всем привет сегодня открашиваем бампер бампер такой тестово бесплатно работный поэтому не страшно поэкспериментировать новый материал из линейки дюм то чего я не пробовал у меня остался только лак ультра х с работы как и договаривались на нижних слоях все тем чем я привык работать сейчас тут автолевел сам h300 мт 300 добавкой специально для пластика отваливаю потом сушка наносим базу и лак уже только лак будем оценивать его качество зная что низ у нас никаких проблем не дает наносим первые пол слоя и следом через пару минут проход полный а пол слоя уже сухие и для чего это мне нужно чтобы понять контурит где-то что-то или нет потому что бампер был с небольшим ремонтиком чтобы не было проблем если первый слой залить жирно может где-то контурнуть причем очень серьезно контурнуть теперь заливаем жирно 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 жว жирно 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 Продолжение следует... Там у меня соринка, точнее не соринка, а какая-то ворсинка легла. Вытащили и сразу подлили. Теперь это место можно будет спокойно расшкурить. Так, у меня все перетерто. Протерто липкой салфеткой. И сейчас будем кидать черную базу. База у нас клиентам привезенная. Это ADUPP. Простой черный сольвент. Краска, которой работают все. Обычная сольвентная. Низ стабильный из того, чем работаю я. С низом проблем у нас никаких не будет. Единственное, что он светлый. Работа бюджетная. Чтобы было, тем и накрыли именно по цвету грунта. Поехали. Поехали. Возвращая. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 толикат. И это 1200 толикат. То есть здесь понадобится все это. Дальше нам нужно 39, 49 извиняюсь, смывка этого автомэджика. Пасту возьму Картек для первого прохода. И наверное ПС-3 вторым проходиком лупанем. Полировать буду на машинке Эксцентрик Картек орбита 15 мм. И круг добью Звизоровский короткая шерсть. Белый. Значит, что нам нужно? На крупных саринах. Катером сейчас не пользуюсь. Потому что лак все равно как ни крути, а свежий. Еще сутки не прошли. Я вчера лакировал где-то часов 2 дня. А сейчас 11 утра. То есть катером можно просто их повыколупывать. 800-ка у нас сгрызает лишку по макушкам. именно. Сильно не стараемся ей в ноль вытереть. Нам еще нужно дотереть 1200. Риск от 800-ки она как раз дотрет остаток сыринки. Потом еще 1500 вручную перебить. Риск еще крупная. Вот можно пыльнуть. Тут на подготовке пропустили кроторок один, но с ними уже ничего не сделан. Как говорится, бесплатные работы уж извините, они идеальными не могут быть. Кстати, несмотря на то, что краска Сольвент никаких критичных просадов нет. Краска АДИУПП все красиво. Треться, кстати, нормально. Далее. 1500 Это лучше работает на сухую ими. Реально нормально трется, потому что забивания именно залипания нету. На этот наждак вообще все, в принципе, налипает. Но критичного ничего такого тут нету. так. И 2 500 2 500 можно поширше матовать смело бомбер какой-то гиперстатичный к нему все липло, что в камере что тут, я сейчас выкатил, он просто стоит и к нему прямо пыль вся прилипает есть разные пластики есть нормальные пластики, то есть не супер как-то там активные по статике а этот прям, ну, жесть к нему все липло и что сейчас протрем обязательно убираем пыльцо после перетирки наждаками что у нас там ничего больше? вроде все хорошо перемешиваем пасту, если она стояла некоторое время и по чуть-чуть проверяем, чтобы круг был чистый без налипших остатков пасты его надо продувать постоянно распределяем так, чтобы не было это все в одном месте пасты, тогда она работает нормально так и так и так так и очень важно пластик не перегревать больше 60 градусов иначе с него краска может просто на торце слезнуть лак перегревается и просто с базы его можно будет легко оторвать прямо куском пластом поэтому на вот этих всех торца а вот эти изгибы очень осторожно постоянно контролировать нагрев на металле это не так страшно металл хорошо отводить тепло отсюда а пластик тепло не отводит поэтому можно можно встрять на пластике содрав вот так краску будет довольно таки сложно быстро перекрасить потому что краска еще свежая ее надо будет жарить выжаривать высушивать я вот рукой снизу контролирую пластик становится теплее чем моя рука с той стороны все я оставляю это дело чуть-чуть перехожу дальше тут паста остается мы потом до полируем все это дело теперь следующий этап пока что пасту я не вытираю на сухую хотя можно вытереть салфеткой внимательно просмотреть что-то еще до полировать ну вот этот лубрикант он же смывка для полироли применяют его когда работают глиной для скольжения и также вот смывать полироль остатки сразу из риски которая недополированная может быть это может быть аж бегом это вымыться дело все сразу и не получится так что вроде вытерли все нормально помыли машину хорошо ее протерли потом где-то там наблюдаете чуть-чуть недополированный участок вот допустим какой здесь вообще не полировал на наждаком зацепил его сразу видно ну его было видно и без этого дела но хорошо это штуковина у нас вымывает все из риски если она есть и мы это дело видим сразу классная штуковина рекомендую кто еще не пользовался продается в литровых банках на разлив вообще на в больших канистрах идет в литровых банках наливайте в распылитель и надо немного я реально литра мне хватает с учетом что много полируем где-то месяца на 2 1 литра вот этой баночки тут 500 миллилитров месяца на 2 полу литра хватает то есть это хороший как по мне показать проверяем нигде не вижу кроме какой тут где не полирнул какой-либо риски то есть лак нормально на полироваться хорошо набирает блеск даже после первого прохода вы знаете для этой машины я даже и вторым номером не буду проходить отличный блеск на солнце это будет вообще сумасшедший блеск сейчас выкатим его на солнышко отлично справляется на нем и паста и наждаками он красиво отработал интересно сейчас дополируем выкатим на солнце посмотрим так ну что давайте глянем в принципе вот на солнце видно что надо все таки вторым номером пройти потому что засечка есть но это особенности цвета до черный цвет но надо в любом случае пройти это не проблема это 10 минут на весь бампер целиком но лучше это делать проход после установки на машину потому что так или иначе фары пока цеплять сейчас вот так вот пятна кстати давайте пощупаем как он на царапучесть на царапучесть то вы знаете хороший хороший лучок да понятно что легкая какая-то микро микро но это будет на любом лаке на абсолютно любом интересного плак мне этот именно этот понравился хс такое а вот этот я ждал когда его попробую потому что на него говорили между на него большие как бы планы и надежды у продавцов поэтому интересно но он в принципе оправдал свои надежды цена у него в районе 20 с чем-то там с копейками евро и эта цена за этот продукт я думаю довольно оправданы попробуем еще как-нибудь этот лак но уже о нем не знаю буду снимать видео или нет если что поговорим про это все на стримах но внимание на него обратить как таковое можно да он чуть чуть выше бюджета то есть выше 20 евро то есть ушел за бюджет но это ультра хс такие дела если у кого есть какие свои комментарии обращение внимание предложения пишите в коменты там пообщаемся не желаю всем удачи пока а вторым номером надо полировать